Здравствуйте! Это новости Дагестана. В студии Джамиля Шарипова. И вот главная тема. Герои Олимпиады вернулись домой. Сотни болельщиков встречали сегодня триумфаторов Игр в Токио во главе с Абдурашидом Садулаевым. Каждые мастерицы по бурке ежедневно в селе Рохота Горянки трудятся над изготовлением чабанских бурок. О надеждах и чаяниях селян рассказывают наши корреспонденты. В Дагестане стартовала сельскохозяйственная перепись. Что покажет микроперепись и кто под прицелом смотрите через несколько минут. Герои Токио вернулись домой. В Махачкале около сотни болельщиков сегодня встречали дагестанских олимпийцев, обладателей медалей Олимпиады в Японии. В числе встречавших был и в Рио главы республики Сергей Меликов. На играх наши земляки выиграли семь медалей, три из которых золотые. Курбан Рагимов передал атмосферу встречи с олимпийцами. Утомительный перелет из Токио транзитом через Москву позади. Первым по трапу спускается Абдурашид Садулаев. Его победа в Японии была для фанатов самой ожидаемой. К слову, главный болельщик танка – дочь Амина. Благодаря этому видео девочка завоевала сердца фанатов в соцсетях. На выходе из здания аэропорта чемпионов и призеров встречают сотни преданных любителей спорта. За выступлением наших атлетов на Олимпиаде они следили за миранием сердца, не пропуская ни одну встречу. Еще вчера олимпийцы участвовали на Красной площади. Сегодня их встречают на малой родине. Поддержать героев Токио приехали сотни болельщиков. Это родные и близкие представители органов власти и спортивной общественности Дагестана. Бурные овации, огромные плакаты с поздравлениями. Усталость компенсировал жаркий прием. Олимпийцы признаются, именно таких эмоций им не хватало в Токио. Эти люди мои родственники, все одессы. А не хватало этой поддержки именно там? Поддержка всегда чувствуется. Ты знаешь, что дома тебя ждут, встречают, смотрят телевизор. Из-за этого всегда есть и будут наши болельщики. Всем спасибо, Барко, что болеют. На трибунах чуть тихо было, Барко, непривычно. Тихо, спокойно, хорошо было. Как на тренировке? Да. Всего семь медалей. Три золотые, два серебра и две бронзы. В ходе встречи спортсменов поздравил Сергей Меликов. В его главы республики назвал выступление дагестанцев в Токио триумфальным. Они еще раз доказали всему миру, что наши спортивные школы самые лучшие, самые сильные, самые стабильные. Они являются настоящими чемпионами. Далее слово взял капитан команды российских борцов Абдул Рашид Садулаев. В Токио он выиграл второе золото и стал первым дагестанцем-знаменосцем Олимпийской сборной России. Для меня было большой честью быть частью этой истории, стать знаменосцем такой сильной и мощной команды. В самолете наш главный тренер Джамбулат Эдеев сказал президенту Олимпийского комитета Станиславу Познякову, что когда я нес флаг, весь Кавказ радовался. И я хочу отметить, что наш Кавказ, в частности мой родной Дагестан, внес большой вклад в успех нашей сборной. Официальная часть закончилась, но никто не спешит уходить. Когда еще удастся пожать руку и сделать фото с олимпийцами? Несмотря на количество перелетов и накопившуюся усталость, спортсменов еще ждут приятные хлопоты. На днях они вновь отправятся в Москву, где их со всеми почестами поздравят уже в Кремле. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Крупное ДТП произошло в Табасаранском районе, близ села Гилинбатан. Трое человек погибли, трое находятся в реанимации. Еще одна смертельная авария зафиксирована в Карабудахкенском районе. В результате ДТП с участием трех автомашин погибла женщина. Двое мужчин с различными телесными повреждениями госпитализированы в больницу. По данным фактам, собран материал для принятия процессуального решения. Общественный патруль организован в столичном общественном транспорте. В работе группы принимают участие представители городского комитета по спорту и делам молодежи. Администрация города совместно с волонтерами. Активисты проводят с пассажирами разъяснительную работу, напоминая о правилах сохранения здоровья в период пандемии. Раздают медицинские маски и листовки. На остановках подходим в маршрутки. Напоминаем жителям, что ношение масок в общественном транспорте обязательно. У кого нет масок, мы им раздаем. И также информируем о важности вакцинации. Раздаем листовки информационные, в которых написаны ответы на вопросы, которые могут возникнуть у наших горожан. Параллельно в Махачкале продолжают отмывать и дезинфицировать улицы. Специалисты МБУ Махачкала-1 обработали центральные проспекты столицы. С особой тщательностью, с привлечением специализированной техники, дезинфицировали и улочки, прилегающие к рынку номер 2. От норвежской границы до Дербента, древнейший город Дагестана, прибыла водная экспедиция «Россия с севера на юг». Участники путешествия приплыли на грибных каяках и флагманском катамаране. Первый этап экспедиции стартовал еще в 2019 году. На время из-за пандемии коронавируса участникам пришлось приостановить свой водный поход. И вот, наконец, этим летом путешествие возобновилось. Члены команды отмечают, что такого рода экспедиция – это не только экстремальный туризм и возможность узнать себя лучше, но и большая исследовательская работа и новые открытия. Шли 21 день от Астрахани. Вот мы сегодня здесь. Все хорошо прошло, все нормально. Да, были, конечно, сложности. Шторма, непроходимые мелики, заросли камыша, ветер встречный, жара, солнце. Надеюсь, все эти сонки покроются благоприятной обстановкой города Дербенте, гостеприимством и хорошей обстановкой для вашего отдыха. Бурки – бренд Дагестана. Их изготавливают сегодня только в ауле Рахата Ботлихского района. Местной фабрике почти 100 лет. В советское время в ней работали сотни человек. Сейчас народный промысел переживает не лучшие времена. Подробности в сюжете Хамза Нурмагомедова. Валяем туда-сюда, чтобы она твердая стала. Эти горянки и селение Рахата начинают работу после утренней молитвы. Ежедневно каждая мастерица изготавливает своими руками по одной бурке. Сушка, чистка и отбор овечей шерсти. На изготовление одной шибы уходит 6 килограммов войлока. Средний размер чабанской накидки – 160 сантиметров. Патимат самый опытный работник фабрики. Ей 77 лет. 60 из них она посвятила этому ремеслу. Женщина была комсомольцем и депутатом. У нее сотни учениц, среди которых трое дочерей. «Мне полюбилась эта работа. Вначале я приходила сюда с мамой, когда была еще ребенком, а позже в школьном возрасте вернулась на фабрику самостоятельно. Я надеюсь, что моя работа принесла пользу чабанам и тем, кто нуждается в этой одежде». Этой фабрике почти 100 лет. Начиная с 1925 года она не прекращала работать, даже в трудное военное время. Чабанские бурки на поле битвы спасали жизнь кавказским горцам. «Реализация у нас слабовата. Ну, как раньше, конечно, нету. Когда раньше эта фабрика была, этот СССР, уже где здесь работали 250 человек. Ну, машины мы возили в Краснодар, туда, ну, другие края, Красноярские. Ну, сейчас слабовата, конечно. Рабочих где-то 15-17 человек числится здесь в данный момент. Велающие есть, ну, работают, а так работы нет». На фабрике помимо бурок и шерсти изготавливают и на матраснике. По словам завхоза, они помогают при болях в спине. Средняя же цена за горскую одежду и на матрасник составляет от трёх тысяч рублей за каждую. Местный артель продолжает жить, несмотря на низкий спрос и финансовые трудности. Рахатинцы надеются, что с развитием туризма интерес к буркам возродится, и народный промысел не угаснет. В Дагестане продолжается сбор урожая. В Маграмкенском районе аграрии уже собрали около семи тонн фруктов. Завершился сезон черешни и вишни, и на сегодняшний день в хозяйствах района массово идёт уборка яблок, сливы и персика. Аграрии района отмечают, что в текущем году урожайность удалось поднять. По словам сельхозпроизводителей, экологически чистая продукция поставляется на российские рынки, где дагестанский товар пользуется большим спросом. В Дагестане проходит сельскохозяйственная микроперепись. Статистическое обследование хватит более 430 тысяч объектов. Основная его задача – получить сведения о размерах, структуре и динамике ресурсов сельского хозяйства. Под прицелом переписчиков – личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, садовнические и огороднические некоммерческие товарищества. Это мероприятие является крайне важной и актуальной особенностью для Дагестана, учитывая, что более 70% продукции сельского хозяйства проводится в хозяйствах населения, это личных подсобных хозяйствах, которые не ведут такой регулярной отчетности. И получить реальную картину, каким сегодня является этот сектор и каким целым является сельское хозяйство, можно по итогам данной переписи. Перепись не коснется отдаленных районов республики и населенных пунктов, где проживают менее 10 человек. Целью сбора информации является получение объективной картины текущего состояния отрасли, напомню, что посредняя всероссийская сельхозперепись проходила в 2016 году. В Дагестане впервые прошел образовательный фурсайт по разработке и концепции развития образования до 2030 года. Специалисты обсудили современные тренды и предложили пути развития образования. В Рео-министр образования и науки Дагестана Ехья Бучаев рассказал о проводимых работах в рамках национального проекта «Образование и демография». По его словам, в республике строится много детсадов и школ, к тому же производится ремонт общеобразовательных учреждений. Всего на форуме обсуждений велось по шести актуальным направлениям. Среди проблемных вопросов большие очереди в детские сады, доступность дополнительного образования, развитие системы профориентации, а также предотвращение травли учеников в школах. То, что эксперты сегодня выдадут, может иметь эффект и до 40-го года, и даже на более дальние периоды для развития образования Республики Дагестан. То есть это очень важное мероприятие. Здесь главное, как я пытался настроить и модератору, и эксперту, выйти за пределы действующей практики школьного или дошкольного образования. Прогулки по улицам Махачкалы теперь равносильны посещению выставки. В столице Дагестана продолжается реализация проекта «Музей в городе». В его рамках на аллее по проспекту Расула Гамзатова представлены стенды с картинами великих художников. Под каждой работой специальный QR-код он переводит на сайт, где размещена вся информация об авторе и его работе. Проект демонстрирует шедевры изобразительного искусства, хранящиеся в фондах дагестанских музеев. С вами происходит самая настоящая жизнь. Выйдите на улицу, сходите в музей, наведите свой телефон на QR-код, который расположен на репродукциях, узнаете больше о той или иной картине. И я уверен, что вам обязательно захочется посетить музей городской, который расположен возле памятника учительницы. И обязательно вы для себя откроете Махачкалу и наш Дагестан в новых совершенно неожиданных красках и ракурсах. В будущем представленные на стендах работы будут заменять. По словам организаторов, при создании новых экспозиций планируется учитывать и мнение горожан. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова